У души судьбой гонимой помощь есть, Мысль о родине любимой, труд и честь, Вера, гордость, мощь смиренья перед злом, Мысль о счастье возрождения и былом. Париж и Белград, Берлин и Прага, Харбин и Шанхай, Сан-Франциско и Буэнос-Айрос. На всех континентах, во всех уголках земли звучала русская речь. Два миллиона русских оказались за рубежом, Спасаясь от красного колеса революции, подмявшего под себя Россию. Два миллиона упорным, тяжким трудом на чужбине добывали хлеб насущный И пили горькую чашу изгнания. Но, вживаясь в чужеземный быт, они хранили Отечество в своем сердце, Продолжали думать по-русски, чувствовать по-русски, иметь русский облик. Они были частью прежней России, держались традиций предков, Вне Родины, хранили и творили ее культуру. «Их самоопределение замечательно. Мы не в изгнании, мы в послании. Мы – Великое посольство России», – написал полковник генштаба Евгений Месснер. Эмиграция уже самим существованием выполняла миссию, Являла собой иную, отличную от большевистской, Россию. Не только обличала режим на Родине, Но создавала уникальную печать, бессмертную литературу, Собирала архивы, накапливала воспоминания и реликвии, Устраивала музеи и тем готовила бесценное наследие, Предназначенное грядущей Россией. То есть нам с вами. Перечень русских талантов, Крупных умов, оказавшихся за границей, Кажется бесконечным. Сделанное изгнанниками настолько значительно, Что без него русскую культуру уже представить нельзя. Трудно переоценить значение изобретений Владимира Зворыкина, Подарившего миру телевидение, И легендарного русского авиаконструктора Игоря Сикорского. Военная история и литература уже немыслимы без работ Николая Головина, Антона Деникина, Петра Краснова, Алексея Бутберга, Василия Флуга, Антона Керсновского. Можно утверждать, писал Роман Гуль, Что русская музыка в Париже 20-х и 30-х годов Была явлением не русским, а мировым. Там творили Стравинский и Глазунов, Рахманинов и Греченинов. Умереть на чужбине. Но ведь тысячи невидимых нитей, Семья, дети, внуки Уже приковали меня к этому чуждому миру, В котором мы все живем и трудимся сверхчеловеческих сил. Но где бы я ни был, Мой долг до последнего вздоха Делать свое русское дело. Потому что каждый звук, Каждая нота, записанная мною, Сошедшая с клавишей под пальцами, Для России, Ее народа, Для ее славы. В изгнании не прервался, А продолжился расцвет русской философии И общественной мысли начала 20-го века. Этим мы обязаны Николаю Бердяеву, Ивану Ильину, Георгию Флоровскому, Петру Струве, Василию Зиньковскому и другим. Посмотрите внимательно на эти Изумительные редкие кадры. Они донесли до нас мгновение жизни, И светлый образ одного из этой плеяды, Декана русского богословского Православного института в Париже Отца Сергия Булгакова. Пленка сохранила изображение Русской изгнанницы матери Марии Скобцовой, Причисленной к лику святых. Десятки людей спасла она от фашистской расправы И приняла мученическую смерть За ближнего своего. Что касается русской литературы, То едва ли не половина ее оказалась за пределами Родины. В ее золотом фонде Куприн и Шмелев, Ремезов и Набоков, Цветаева и Бальмонт, Аверченко и Теффи, Зайцев, Алданов, Туроверов, Смоленский, Ачиир, Нобелевский лауреат Иван Бунин. И сколько еще нам предстоит открыть, Ведь далеко не все произведения русских писателей и мигрантов Увидели свет на Родине. Сегодня сбывается то, О чем долгие десятилетия мечтали изгнанники. Наследие зарубежной России Постепенно входит на Родине в сознание современников, Во все сферы отечественной культуры. Происходит слияние двух потоков В единое широкое русло. В 70-х, даже в начале 80-х годов В скорое развитие таких событий верилось слабо. В эмиграции угасавшие ожидания вспыхнули с новой силой После высылки из СССР Александра Исаевича Солженицына И его знаменитого обращения к тем, кто жил в отрыве от Родины. Писатель призывал беречь, что еще возможно, Собирать свидетельства об историческом крушении России 20-го века, О жестокости большевистской власти, Страданиях и обмане народа, Об издевательствах над вековой верой. Я призываю моих соотечественников Теперь же сесть писать такие воспоминания и присылать их, Чтобы горе наше не ушло вместе с нами бесследно, Но сохранилось бы для русской памяти, Остерегая на будущее. Вермонт, 1977 год Тогда на родине прогромыхал очередной съезд партии, Принималась Брежневская конституция. Время шагало пятилетками, И уверенность Солженицына в возвращении Казалась сущей утопией. А он не лукавил, не бравировал, Не играл в пророка. Он чувствовал, знал и верил. Мировая ситуация и ситуация в Советском Союзе Почти не подает радостных признаков. Тем не менее, внутреннее чувство мое Почему-то подсказывает мне, Что я еще живым вернусь на родину. И чудо свершилось. Власть, казавшаяся незыблемой, рухнула. Времена поменялись. Возвращение Александра Солженицына в Россию В мае 1994 года Ознаменовало собой окончание русской политической эмиграции Важной вехой на пути изучения наследия русского зарубежья Стала большая выставка знаменитого православного Общекультурного издательства «Имка Пресс», Печатавшего в Париже труды русских богословов, Мыслителей, мастеров поэзии и прозы. Она проводилась в сентябре 1990 года В библиотеке иностранной литературы При большом стечении читающей публики И явилась событием не только значимым, Но и символичным. Тяжелый шлюз был открыт. С 1991 года выставки эмигрантской литературы С созданием специальных читальных залов Проходили в Петербурге, Киеве, Смоленске, Твери, Орле, Воронеже, Ставрополе, Тамбове и других городах Бывшего СССР и Восточной Европы. Издания, за чтение которых еще незадолго до того Можно было поплатиться свободой, Становились достоянием широких читательских кругов. Кроме того, директор «Имка Пресс» Никита Струва И заместитель директора библиотеки иностранной литературы Виктор Москвин договорились об учреждении в Москве Книгоиздательского и книготоргового совместного предприятия С характерным названием «Русский путь». Следом возникла идея о специальном центре Для хранения, изучения и популяризации наследия зарубежья, Которое стало стекаться в Россию. Материализация этого замысла связана с возвращением На родину Александра Исаевича и Натальи Дмитриевны Солженицыных. Благодаря им и горячей поддержке московских властей, Прежде всего мэра Юрия Лужкова И префекта Центрального административного округа Александра Музыканского Идея о специальном центре переросла в конкретный проект. В июле 95-го года вышло постановление Городского правительства о создании библиотеки фонда «Русское зарубежье». Учредителями выступили правительство Москвы, Русский общественный фонд Александра Солженицына и «Имко-пресс». Директором был назначен Виктор Москвин. 7 декабря того же года состоялось открытие нового центра, Размещенного в небольшом отремонтированном здании Одной из бывших районных библиотек. Кажется, это случилось совсем недавно, Но хроникальная видеозапись выдает удаленность события от наших дней, Рещи проявляет его историческую значимость. Постепенно библиотека фонд, которую уже тогда многие стали именовать «Домом русского зарубежья» — С 2009 года это официальное название учреждения, Превращалась в подлинный очаг архивно-музейной, Библиотечной, издательской, научно-просветительской работы. Александр Исаевич Солженицын передал сюда более тысячи рукописей иммигрантов, Архивные коллекции князя Аболенского, Начальника канцелярии Великого князя Николая Николаевича, Философа Франка, писателя Леонида Зурова. Никита Алексеевич Строва подарил рукописи и письма Сикорского, Цветаевой, Бердяева, Шмелева, Ремезова. Объемы поступлений возрастали. Все больше приходило исследователей, читателей, гостей. В старом здании становилось тесно. Требовались большие площади, хранилища, специальное оснащение. И тогда силами правительства Москвы была проведена реконструкция, а по сути выстроен прекрасный дворец. Его торжественное открытие в сентябре 2005 года с участием представителей государственной и столичной власти, духовенства, русских диаспор многих стран символизировало духовное родство двух Россий, историческую значимость и необходимость их единства. Формирование фонда памятников духовной и материальной культуры эмиграции получило новый мощный импульс. Не только по форме, но по самой сути уникальный центр вырастал в музее русского зарубежья. Его наполнение мы обязаны прежде всего дарителям, русским людям, рассеянным по всему свету, их бескорыстию, великодушию, приверженности родной истории. Среди поступивших материалов имеются предметы, документы, издания, связанные с династией Романовых, с именами крупных политических и общественных деятелей, военачальников, мыслителей, писателей, композиторов, артистов, представителей различных сословий, союзов, объединений Российской империи и зарубежной России. Исключительно значение собранных фотодокументов, тем паче кинопленок, запечатлевших фрагменты бытия на чужбине, на одной из них, снятой оператором Юрием Мельтьевым, бал «Академия русских соколов» в Сан-Франциско. Совершенная редкость, профессиональная съемка со звуком. Благодаря одной из таких лент можно увидеть, услышать русскую эстраду 40-х годов в Нью-Йорке. Есть у нас легенды сказки, Ачан, и обычай наш капказки, Ачан, как эти скривы пемпу краски, Чтоб бы жили все поворачки. Насыщена, динамична жизнь дома русского зарубежья. Она богата научными конференциями, семинарами, литературно-музыкальными вечерами, выставками, презентациями книг, кинопремьерами. Здесь ведутся профильные исследования. В издательстве «Русский путь» выходит в свет десятки печатных трудов. Здесь ежегодно вручается литературная премия Александра Солженицына. При финансовой помощи фонда Александра Солженицына и правительства Москвы много лет осуществляется программа поддержки региональных библиотек России, ближнего зарубежья, факультетов словистики, центров изучения русского языка в разных странах. Им в дар было передано свыше полумиллиона книг. Сегодня Дом русского зарубежья с гордостью носит имя великого русского писателя и гражданина одного из своих создателей Александра Солженицына. Заслуженно отмечен труд тех, кто вместе с Александром Исаевичем стоял у истоков важнейшего дела. Профессор Никита Алексеевич Струва был удостоен государственной премии Российской Федерации. Директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин премией правительства Российской Федерации. Все больше и больше наших соотечественников переступают порог этого дома, ставшего не просто одним из ведущих общероссийских культурных и научных центров, но поистине духовным представительством, посольством русского зарубежья. Так посильно Москва, вся Россия отдают дань памяти миллионам изгнанников, не успевшим вернуться физически, но возвращающимся духовно. Открывая Дом в 95-м году, Александр Солженицын представлял его в будущем светящимся мостом, соединяющим память эмиграции и нашей Родины. И все сбылось. Посольство на Таганском холме исполняет свою высокую миссию. И свет его виден не только в России, но и в бескрайнем всемирном русском рассеянии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok